Перевел и озвучил Голос без Дока Устал платить кому-то за балансировку? Почему вы не сделаете это самому? Я покажу как в этом видео в гараже мотоциклиста. Мотоциклетные шины изнашиваются довольно быстро, и платить другим за замену и балансировку может быть накладно. По правде говоря, процедура не такая и сложная, но тебе понадобятся кое-какие специальные инструменты. Например, извлекатель клапана Шрадера, монтировки, защита опада, мистер мускул, сжатый воздух и, конечно, коврик или подстилка для работы. Для балансировки тебе понадобится балансировочный стенд и грузики. Прогретая покрышка более гибкая, и с ней проще работать, поэтому поставь мотоцикл на солнце, чтобы прогреть резину. Простой способ прогреть заднюю покрышку — это старый добрый бёрнаут. Эй, она всё равно своё отжила, можно и повеселиться. Первое, что нужно сделать, это удалить клапан с помощью извлекателя клапана. Затем нужно отклеить борт от обода. Эти монтировки от Motion Pro специально для этого имеют особую конструкцию. Нужно немного попшикать на колесо, чтобы смазать резину, и вставить инструмент между ободом и бортом. Нужно работать в нескольких местах, пока покрышка не отлипнет от края и не станет проваливаться к центру обода. Когда в одном месте отклеилось, остальное можно отклеить просто руками. Помни, что с другой стороны нужно сделать то же самое. Встань возле покрышки, упри с неё коленом и дави борт к центру обода. Попшикай по кругу, чтобы смазать борт. Установи защиту обода и вставь монтировки внутрь. Большинству шин достаточно двух, но с особо жёсткими может понадобиться и третья. Наверное, и увольняется. Работая с покрышкой, нужно иметь терпение. И когда вытягиваешь вот столько, остальное можешь вытянуть руками. Вот так. Теперь нужно сделать то же самое с другой стороны обода. Опять же, если не хочешь поцарапать колёса, установи защиту обода. Вставь железяку под борт и дави. Ещё можно упереться коленом. Так будет проще. Вот так. И бам! Готово отправиться в реку. Я шучу. Обязательно сдавай шины в утиль. Большинство автомагазинов заберут по 2-3 бакса за штуку. Теперь время установить новую шину. Так же, как и со старой, с ней куда проще работать, если она прогрета. Можно оставить её на солнце минут на 20-30, но я сделал это ещё до начала процедуры, поэтому к моменту, когда я сниму старую, новая уже готова. Или если зима или просто холодно, можно включить фен на слабый уровень и вставить в покрышку до прогрева. Итак, у тебя есть новая шина. Прогрета и готовая. Обрати внимание на маленькую точку. Она показывает самую лёгкую точку на шине, которая должна совпадать с соском на ободе. Так же обрати внимание, что сбоку есть стрелка, которая указывает направление движения. Убедись, что она тоже совпадает с колесом. Итак, когда всё понятно, положи колесо на место. Оно будет крутиться под часовой стрелки. Стрелка показывает против часовой стрелки. Я поверну вот этой стороной. Ладно, теперь нужно смазать борт для подготовки к установке. Используй тряпку, чтобы убедиться, что ты не набрызгаешь лишней жидкости внутрь покрышки. Когда смажешь, сопоставь точку с соском. Надень покрышку. Часто сказать проще, чем сделать. Вот так. Ладно, мы надели одну сторону. Есть ещё вторая. Процедура идентична. Пшикаем на обод, чтобы его смазать. Ставим защиту на место, чтобы защитить краску на ободе. И так же, как когда мы снимали покрышку с обода, я использую колено, чтобы сдавить борт к центру обода. Тогда он немного ослабнет, и с ним будет проще работать. Так вот, это самая сложная часть процесса, потому что, когда ты прилагаешь усилия к борту с одной стороны обода, он хочет выскочить с другой стороны. Поэтому я хожу туда-сюда коленями, чтобы удержать борт внизу. Итак. Продвигаемся понемногу. Проходим коленями. Немного передвигаем защиту обода. Давим ещё чуток. Подходим коленями. Ещё немного перемещаем защиту. Мы уже близко. Защита обода застряла между ободом и бортом. Избегай соблазна продвигаться большими шагами. Это будет довольно тяжело. Просто двигайся понемногу и убедись, что ты держишь вторую штуку внизу, потому что она может отлететь и ударить тебя в лицо. Ага. Я продвигаюсь очень аккуратно, без защиты. Пытаюсь дожать остаток. Это особенно тяжело, потому что мы устанавливаем оригинальную шину. Она очень толстая и очень жёсткая. Вот и всё. Итак. Мы установили покрышку на обод. Теперь нужно поставить борта на места. Для этого с помощью съёмника нужно установить клапан и накачать шину. Вся жидкость уже испарилась, поэтому нужно попшикать ещё, чтобы борт скользил по ободу. Сразу предупреждаю. В момент, когда борт встанет на место, раздастся шум. Звучит будто выстрел. Их будет два. Сколько раз я это не делал, это всегда неожиданно и всегда страшно. Просто будь готов. Вот оно. Так. Здесь примерно полторы-две атмосферы. Чтобы установить борта на место, не нужно так уж и много. Даже если не получается установить борт на обод, всё равно не нужно перекачивать. Не стоит накачивать сильнее 4-4,5 атмосфер. Если прям совсем не хочет, то просто остановись, отклей борт обратно, смажь его ещё раз и попробуй снова. Так. Покрышка установлена, но ещё не отбалансирована. Так что поставим её на стол и сделаем это на стенде. Вот и время отбалансировать нашу новую шину. Нам не понадобится особый инструмент, я использую балансировочный стенд Access от Motion Pro. Итак, убедись, что ты убрал старые грузики Собода. Затем установи колесо на стенд. Легонько крутони колесо. Не слишком сильно и немного подожди. Сейчас мы ищем самую тяжёлую точку колеса. Она будет внизу на 6 часов. Если ты видишь, что колесо качается туда-сюда, можно схитрить и немного замедлить колебания. Когда колесо остановилось, отметь точку на 12 часов мелком или куском изоленты. Это самая лёгкая точка. Сюда мы будем устанавливать грузики, чтобы сбалансировать колесо. Я использую липкие грузики и начну я с 4. Немного убираю плёнку и клею их на обод. Когда установишь вес, перемести точку на положение 3 или 9 часов. И посмотри, в какую сторону оно закрутится. Если точка поднимается, значит нужно добавить ещё веса. Если опускается, значит веса слишком много. Сейчас у нас 4 грузика, и это 20 грамм. И грузики поднимаются. Так что я добавлю ещё один. Всего получится 25 грамм. Мы снова поворачиваем колесо на 9 часов и смотрим, что будет. И теперь грузики немного опускаются. Это значит, что веса слишком много. Лично я предпочитаю, чтобы веса было немного меньше. Раз уж всё равно при 25 граммах будет немного несбалансировано, как и при 20, то пусть будет немного меньше веса на колесе. Итак, остановились на 4 грузиках. Теперь нужно очистить обод, чтобы хорошо приклеилось. И всегда хорошая идея накрыть их скотчем или изолентой, чтобы они не отлетели. Размещай грузики как можно ближе к центру обода. Вот и всё. Это колесо отбалансировано и готово к установке. Может показаться, что здесь много работы, но когда набьёшь руку, сможешь разделываться с покрышкой быстрее, чем за 20 минут. Всё, что нам понадобится, это инвентарь на 200 долларов. Большинство сервисов просят от 15 до 50 долларов за установку и балансировку одного колеса. Цены разнятся так, что считай сам. На этом всё в этом видео от MC Garage. Ты слушаешь голос без дока.